Просыпаешься полностью, в жарке. Форточки нараспашку. В квартире Нины Дмитриевой плюс 26. Перетоп, говорит, сумасшедшая, как и цифры в счетах. В 2016 году за ноябрь при этом сумасшедшем перетопе я заплатила 7152 рубля 42 копейки. Топят они очень неравномерно. Соседка по дому Дина Багаева жары не чувствует. Хотя батарея длинная, значит и тепла должно хватать, но нет. Это я еще сегодня хорошо. А так я в теплой кофте. И сплю в кофте. Голова мерзнет. На жары нет. Никогда не бывает нет. Вот 4000 сейчас заплатила я. Мэр Аланца Юрий Минин заявляет, что подготовились к отопительному сезону не до конца. Поэтому и разница температура в квартирах. Стояки в подъездах начали регулировать уже в отопительный сезон, аврально, реагируя на жалобы людей. В одном подъезде угловая квартира кому-то было жарко, в другом подъезде кому-то было холодно. И силами управляющей компании они попытались в процессе отопления, отопительного сезона начали регулировать стояки. Количество поступившего тепла в дом по итогам этих регулировок превысило норматив. И естественно, что гигакалории, которые потребляет весь дом, распределились по совокупности площадей квартир. Общественник Дмитрий Данильев считает, что проблема еще и в отсутствии регулятора температуры. Такой регулятор снижает температуру, подмешивая холодную воду горячей. С ним и щита не были бы такими обжигающими. Установить регуляторы, по словам Данильева, должны были управляющие компании. Это нужно было сделать в межотопительный сезон. Не справились управляющие компании с убеждением жителей за этот межотопительный сезон, чтобы вот эти работы провести. Сейчас жители Аланца с содроганием, кто от жары, кто от холода, ждут новых щитов за тепло. Юлия Кучеренко, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. Юлия Кучеренко, Евгений 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 Евгений